Автоинспекторы региональной столицы проверили знания водителями правил стоянки и парковки транспортных средств. Местное проведение рейдового мероприятия стал одним из наиболее проблемных участков в центральной части города. За эвакуацией автомобилей и нарушителей наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Мероприятие состоится в любую погоду. Отправляясь с полицейскими в рейд по незаконной парковке транспортных средств, мы не особо рассчитывали, что хоть кого-то найдём даже там, где нарушать правила водители привыкли на постоянной основе. Однако дождь никак не сказался на осторожности автомобилистов. Они всё так же беспечно бросали свои коломаги на тротуарах и вдоль обочин под запрещающими стоянку и парковку знаками. Микрорайон, через который проходят улицы Кавказская, Магазинная и Лара, сами полицейские считают одним из наиболее проблемных. Дорога имеет две полосы движения и стоят знаки «Остановка стоянка запрещена» и что работает эвакуатор. Ну и тем не менее водители паркуются, хотя рядом предусмотрена стоянка. Некоторые водители, видимо, до последнего надеялись, что полицейские оставят без внимания их автомобили, мешающие движению транспортных потоков. Когда угроза временной потери собственности становилась реальной, подбегали к месту эвакуации, пытались доказать, что не виноваты, просто так сошлись звёзды. Данное нарушение ПДД, административным регламентом предусмотрено штраф в размере полутора тысяч. И в данный момент мы работаем с помощью эвакуатора. То есть, если машина попала на эвакуатор, то увозится на спецстоянку, и водитель должен будет тоже оплачивать стоимость эвакуатора в размере 1800 рублей. Проверка по базе одного из номеров показала, что авто уже снято с регистрационного учёта и теперь, по сути, является грудой металла, на которой можно передвигаться разве что по своему земельному участку. Скорее всего, прежнему владельцу надоело оплачивать или копить штрафы нового собственника. И он принял единственно верное решение. По улице Лара существует ограничение передвижения на транспорте в определённые часы. Однако, кого в Черкесске это останавливало? Пока полицейские отрабатывали парковку под запрещающими знаками, мимо проехали десятки водителей. К сожалению, люди далеко не всегда понимают, что нарушая, создают помехи своим же знакомым, друзьям, родственникам, которые работают на рынке и могут попасть под колёса едущего транспорта. Впрочем, некоторое время назад вставал вопрос о переносе самого рынка из центральной части города. Тогда, мол, и проблем с дорожными пробками и брошенными у обочин автомобилями будет в разы меньше. Но пока всё остаётся как есть, работы у эвакуаторов будет предостаточно. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия.